Состояние, в котором ваш ум был с детства, не обязательно должно оставаться таким же в течение всей жизни. Найдите что-то, что вызывает в вас страстное увлечение. Нужно развить интенсивность, а внимание придёт само. Проще всего — изменить структуру своего ума. Намаскарам, Садгуру. Является ли синдром дефицита внимания расстройством? И есть ли способ справиться с ним? Видите ли, если говорить о физическом теле и уме, не существует двух человек с одинаковыми способностями, не так ли? Будь то физически или умственно, на что способен один человек, другой на это может быть не способен во множестве разных аспектов. Так что вместо того, чтобы навешивать на себя ярлыки, такие как синдром дефицита внимания, СДВГ, АБВГД, ЭЮЯ… Смысл в том, чтобы улучшить то, чем вы являетесь, не так ли? У вас дефицит внимания, а у меня была противоположная проблема. У меня был избыток внимания. Если я сосредоточил внимание на чём-то одном, то не мог перевести его на что-то другое. Я просто смотрел на это часами. Люди думали, что это тоже проблема. Они думали, что это проблема. Он часами сидит и смотрит на что-то. Я хорошо помню одну ситуацию. Она была настолько абсурдной. Мой отец весьма преуспел в академическом смысле. Но, к сожалению, у него был такой сын, как я, у которого не было никакого интереса ни к каким наукам. Он считал себя приверженцем строгой дисциплины. По вечерам с 7 до 9 каждый вечер все мы, четверо детей, должны были сидеть за учебниками. Я брал первый попавшийся учебник, потому что мне было неважно какой. Открывал его на какой-нибудь странице, неважно на какой, я просто открывал первую попавшуюся. Находил там какую-нибудь маленькую крапинку на странице, какой-нибудь дефект на бумаге, и просто смотрел на нее. И все. Это настолько захватывало мое внимание, что я два часа сидел и рассматривал эту крапинку. Я не прочитал ни единого слова со страницы, но я не смотрел по сторонам, потому что это по-настоящему захватывало мое внимание. Два часа я сидел и просто смотрел на эту крапинку, потому что в этой крапинке столько всего. В этой крапинке целый мир. Некоторые люди проводят всю жизнь, наблюдая за микроскопической молекулой или атомом, не так ли? А крапинка гораздо больше атома. Так что люди думали, что я схожу с ума из-за того, что я уделял чему-то слишком много внимания. Итак, не навешивайте на себя ярлыки. Кто определяет, что у вас дефицит внимания? Разве существует стандарт о том, сколько внимания у вас должно быть? Или сколько внимания вы должны получать? Нет такого стандарта, не так ли? Вы его придумали. Проблема в том, что детям навешивают ярлыки, а потом они носят их в течение всей жизни. Уровень вашей внимательности в 5, 6, 7, 8, 15, 20 лет может полностью отличаться? Ведь большинство из вас прошло через этот процесс, не так ли? Может, в первый день школы вам ни черта не было понятно, а потом, может, вы втянулись. Или же в первый день, казалось, все было понятно, а под конец года вы перестали стараться. Да или нет? Ты молодой парень. Знаешь каких-нибудь девушек по соседству с тобой? Я инженер-механик, так что... Ничего страшного. Я... я инженер-механик. Я спрашиваю, есть ли у тебя девушки по соседству? Нет, инженеры обычно живут там, где девушек не очень много, так что... Они, наверное, разбегаются по какой-то причине. При чем здесь вообще инженер-механик? У тебя механические процессы в голове? Ты в определенном возрасте. И вот тебя кто-то привлекает. Тебе нет необходимости концентрироваться, не так ли? Да? Тебе нет необходимости концентрироваться. Это само захватывает тебя. То есть это всего лишь уровень интереса. Если у тебя есть глубокий интерес к чему-либо, внимание придет само собой. Разве оно не придет? Ты просто не нашел ни к чему интереса. Не знаю, за какую механику ты отвечаешь в Лондоне. Слышал, что часы-то не работают. Итак, если вы глубоко увлечетесь чем-то, разве у вас не появится достаточно внимания? Внимание придет. У меня столько же внимания, как у кого-то другого? Может быть, и нет. У меня никогда не было достаточно внимания к тому, что происходило в классе. Потому что мне это было неинтересно. Но мое внимание привлекали самые разные вещи. Значит ли это, что у меня дефицит внимания? Нет. Мне просто было неинтересно, что они писали на доске. Вот и все. Сейчас, к сожалению, все девушки уехали из своего района. И у тебя дефицит внимания. Найди что-то, чем ты будешь страстно увлечен, и внимание придет. Разве оно не придет? Это может быть что угодно. Я привел в пример девушку, потому что в таком случае у тебя будет биохимическая поддержка. Биохимия будет способствовать твоему вниманию. Другие вещи требуют немного больших усилий, чтобы обращать на них внимание. Нужно развить интенсивность, страсть к чему-то, что имеет для вас значение. Если это станет вашим стремлением, то внимание придет само. Я знаю, что люди говорят вам иное, но я хочу сказать, что состояние, в котором ваш ум был с детства, не обязательно должно оставаться таким же в течение всей жизни. Ведь проще всего изменить структуру ума, не так ли? Изменить структуру тела очень трудно. Изменить структуру ума проще всего, потому что ум — это самая гибкая вещь, но вы сделали его жестким, как бетонный блок. Для чего вы хотите использовать свою голову? Чтобы бить ей по мячу? Ум нужно поддерживать в как можно более гибком состоянии, не так ли? Да? А вы превратили его в бетонный блок. С какой целью? Порой мне кажется, что именно поэтому в Англии так много страстных футбольных болельщиков. Это единственное, что вы цените. Нет ничего плохого в том, чтобы играть как следует. Но голову можно использовать для намного больших возможностей. А намного большего можно достичь только если вы поддерживаете свой ум пластичным и гибким. Бетонный блок полезен только для определенных целей. Не важно, какие ярлыки на вас навешивают. Если вы захотите, вы сможете изменить структуру своего ума. Как ее можно использовать? Да. Субтитры создавал DimaTorzok